В городах становится все больше личных автомобилей, и он есть практически у каждой семьи, а иногда и по несколько штук. В этом видео я хотел вообще порассуждать о личном транспорте. И существует ли у него, если не замена, то хотя бы какая-то альтернатива? Вопрос весьма неоднозначный, хотя многим и кажется очевидным, что лучше личного автомобиля ничего быть не может. Человек, купивший его сразу, почувствует свободу, ему откроется много нового, и он станет незаменимым помощником чуть ли не во всех делах. Сразу скажу, что я с этим вполне согласен и не являюсь заядлым противником такого вида транспорта. Но сейчас я говорю немного о другом, ведь большинство перед покупкой рассуждает так. Раз есть у всех, то и мне нужен. И порой после приобретения чувствуют некоторую разочарованность, хотя и пытаются скрыть ее как от других, так и от самих себя в том числе. Ведь действительно, трудно признать даже для самого себя, что ты почти впустую потратил столько денег и времени на выбор и саму покупку того самого автомобиля. Так почему же может возникать подобное чувство обманутых ожиданий? Ответов может быть несколько. Плюсы автомобиля очевидны, и многие думают, вот сейчас бы сел и поехал. Да, часто именно так и бывает. Но не все так гладко. Так с чем же сталкивается такой человек после приобретения своего личного транспорта? Цена на сам автомобиль почти всегда оказывается значительно выше его ожиданий. Но решение уже принято. Он весь в предвкушении и часто не обращает внимания на то, что полная стоимость автомобиля, с учетом всех дополнительных функций, страховок, налогов и процентов по кредиту, может в два и более раз превосходить его изначальный бюджет. Далее может наступить ситуация, когда человек, особенно если он покупал новый автомобиль, стремится менять его каждые 3-5 лет. Как раз тогда, когда заканчивает платить по кредиту за предыдущий. Но каждый следующий автомобиль, как правило, несколько дороже предыдущего. А свой старый приходится продавать дешевле его цены, даже без учета выплаченных процентов по кредиту и ставок. Конечно, некоторым удается избежать большой разницы в цене. И эта финансовая кабала будет преследовать семью очень долго. А ведь помимо этого, необходимо приплюсовать сюда и другие расходы, такие как топливо, различные антифризы и другие необходимые жидкости. Добавим в сезонную смену резины, колодок, лампочек, плюс аптечка, огнетушитель, инструменты и прочее, прочее. Куда могут входить и расходы на штрафы, автомойки, платные стоянки и ремонты той или иной сложности. Тем самым, расходы растут как снежный ком. Кроме денег, владельцу автомобиля порой приходится тратить время на различные постановки на учет, техосмотры и так далее. В крупных городах, к тому же, вскрывается и другая огромная проблема. Это вездесущие пробки и отсутствие нормальных парковочных мест. А в городах поменьше, само качество дорожного полотна оставляет желать лучшего. Не говоря уже об отдельных селах, куда в межсезонье можно добраться только на тракторе. А дополнительные полосы движения на магистралях, увеличение количества самих дорог и расширение парковочных мест лишь на время решают проблему, так как очень скоро пробки все равно будут образовываться, а припарковаться станет уже негде. Ну и, пожалуй, самая большая проблема, связанная с подобным транспортом – это аварийность с пострадавшим и смертельным исходом. По всему миру ежегодно происходят десятки миллионов аварий, в которых гибнет до миллиона человек. В нашей стране более 20 тысяч человек каждый год, и еще более 100 тысяч получают разной степени серьезности травмы. Из-за всего этого, по моему личному мнению, стоит задуматься перед покупкой личного автомобиля, если нет серьезной необходимости. Я сейчас не говорю о тех, чья работа связана с постоянными дальними перемещениями, или о тех, у кого дом в деревне или дача в достаточной удаленности от квартиры. Я рассуждаю о тех, для кого автомобиль не надобность, а чтобы был. Раз есть у соседа, то и мне нужен съездить до магазина, до работы или в гости к друзьям, что живут через улицу. Так какие же могут быть альтернативы личного автомобиля, кроме многими нелюбимого общественного транспорта, в котором, по их мнению, ездят только пенсионеры? Как насчет самого очевидного? Такси. Давайте разберемся с его достоинствами по сравнению с личным автомобилем и общественным транспортом. В нашем городе такси стоит недорого. Если ездить на нем не каждый день, а только по необходимости, то это значительно дешевле и гораздо менее хлопотно в сравнении с вышеизложенным, с чем сталкивается автолюбитель. Кроме того, сами таксисты чаще всего являются опытными и профессиональными водителями. Вот где действительно сел и поехал, не думая даже, где потом припарковаться. Какие бывают виды альтернативного транспорта? Ну вот один из видов транспорта – велосипед. Несмотря на сегодняшние погодные условия, много снега, тем не менее велосипед, я считаю, круглогодичным видом транспорта. Почему я считаю, что велосипед – очень удобная альтернатива тому же, допустим, автомобилю? Потому что наш город небольшой, и добираться до любой точки города можно буквально за 15-20 минут. На велосипеде сел, поехал. Не нужно разогревать, как машину зимой. Ну и добраться очень быстро можно в любую точку города. Пешком обычно 15-20 минут уходит только на первую половину города, а на велосипеде уже можно далеко уехать за это время. Единственное минус – это зимой надо аккуратнее быть, тем не менее ехать можно. Это очень выгодно, экономно и доступно всем. Автомобили ездить дорого все-таки, как бы и там не было. В Европе этот велосипед считается массовым видом транспорта. Одним из самых, можно сказать, важных, потому что Европа, вся их инфраструктура направлена на велодвижение. То есть развитие там очень сильное. Там ездят на работу, в магазин, каждый день все практически. И взрослые, и дети ездят, и люди такие, как сказать, близкие к чиновникам. Центр там города, как правило, ограничен для движения автомобилей. Очень дорогие платные парковки, поэтому многие люди пересаживаются на велосипед. Потому что это очень дешево, удобно, быстро. Ну, у нас пока еще к этому только-только зачатки начинаются. То есть крупные города, Санкт-Петербург, Москва, потихоньку начинают развивать инфраструктуру для велосипеда. Ну, хотелось бы в будущем иметь такую же инфраструктуру, развитую. И это будет очень действительно удобно и безопаснее для пешеходов и в целом. То есть на велосипеде намного безопаснее ехать, чем на автомобиле. Потому что скорости другие совершенно. Многие еще считают, что если ездить на велосипеде, то для этого нужно много денег. Потому что покупка велосипеда и также содержание его, плюс экипировка к нему, это дорого. На самом деле, если мы идем речь о транспорте, то как раз-таки наоборот, велосипед нужен как можно проще. Не нужно не покупать дорогой велосипед, потому что, во-первых, в городе используют его практически при любых погодных условиях. Будет жалко хороший велосипед, дорогой. Мокро, когда дождь идет, снег и так далее. Компоненты быстрее изнашиваются. Самый простой велосипед, вот односкоростной, так называемый городской вариант велосипеда, подойдет лучше всего. Потому что его не жалко оставить где-либо. То есть ушел в магазин, пристегнул и не боишься за его сохранность. Потому что его стоимость не так велика, чтобы кто-то на него обратил внимание. Ну и, соответственно, одеваться для городской езды не нужно. То есть как-то особо. Обычная одежда, той, в которой мы гуляем. То есть ничего абсолютно сверху не нужно покупать. Поэтому в этом плане, вот если использовать велосипед как транспорт, это очень-очень экономно. Ну и вопреки многим стереотипам, что велосипед только летом, только в парке, это тоже не совсем правильно. Лично я по своему опыту могу сказать, что я езжу круглый год. И ездить можно в любую погоду. Единственное, конечно, надо одеваться, если там дождь или грязь. Ну, лишнюю такую чистую одежду не одевать в крайнем случае. Но и гуляя по городу пешком, в мокрую погоду, когда сыро, мы тоже не будем одевать чистую, прям уж очень белую одежду, которая будет быстро запачкана. Поэтому зимой так же ездить на велосипеде, как летом. Единственное, что надо покрышки иметь более зацепистые, чтобы лучше держать. Ну, в целом, езда зимой не сильно отличается от езды летом. Главное, главное аккуратность. Все остальное не так серьезно, как кажется. Опыт вождения и права у меня, как и автомобиль, с 2008 года, то есть 10 лет уже. И с момента получения прав, то есть через месяц, я приобрел уже автомобиль. Данный автомобиль, на котором уже 10 лет езжу. Меня устраивает, меня перевозят. Все функциональные возможности, как транспортное средство, автомобиль выполняет. Даже если приобретать автомобиль, то есть нужно уже, естественно, приобретать более высокого класса. То есть если это эконом-класс машины, то есть какой-нибудь там, да, кроссовер или больших размеров. Поудобнее было, еще удобнее, чем в этом. То есть менять одно на одно, то есть я считаю, не целься в основном, да, в случае для меня. Автомобиль, как и любой, имеет свое расходное средство. То есть замена масла и расходные материалы на протяжении 10 лет. Колодки, амортизаторы, пружины и тому подобное. То есть это стандартные расходы на автомобиль. Если вы покупаете автомобиль, то есть надо понимать, что эти расходы будут. То есть они всегда предстоят. В первые годы, то есть у меня была эксплуатация там 20-25 тысяч за год. Сейчас уже более поменьше там, ну в районе все равно там 10-12 тысяч за год это выходит. На этой машине я сам меняю все, поэтому мне обходится гораздо дешевле это все. Все замены масла, оборудование, расходные материалы выходят сравнительно недорого, так как произвожу работу сам. Конечно, проблема в том, что у нас качественных сервисов нет ни в городе, ни даже в Санкт-Петербурге, чтобы ты уверен был, что тебе все качественно сделают. Поэтому я сам производил все эти работы. Что-то тяжело найти специалиста или какой-то сервис, который надежный будет. Потому что вот я тоже в сервис ездил в Волхове здесь, но я просто знаю, что там более качественно сделают. Хотя тоже, конечно, при приемке все равно смотрю сильно. То есть когда я менял сцепление, когда пришло время уже, потому что автомобиль за 10 лет уже больше 180 тысяч пробега. Поэтому это уже пришлось, естественно, менять. Автомобиль использую при передвижении на дальних расстояниях. Естественно, в магазин, который у меня там в 100-200 метрах, я никогда не буду брать автомобиль и ехать в магазин за ним. До работы добираюсь, но и то только потому, что расстояние до работы порядка, ну, может, сколько, 3 километра. Раньше, в первое время, очень часто ездил. Достаточно часто, там, в неделю, может быть, раз, а то и два ездил. Сейчас уже в меньшей степени, может быть, там, раз в месяц в среднем. Ну, как удается. Все зависит от того, что... Если какие-то дела есть, то, конечно, часто бывает. Вот в прошлом году это было часто, не раз в месяц. То есть это было раз в неделю, это стабильнее ездил. Но когда-то, то есть, меньше езжу. То есть на дальнее расстояние это... Там, Санкт-Петербург, самый лишний город у нас, то есть это 120 километров. Ну, плюс там еще... Ну, сто и больше, это вот раз в неделю, восьм месяц. Тоже удобно использовать автомобиль при этом. Потому что транспорт наш, общественный. Да, в случае, как электричка. То есть я не завишу ни от времени, ни от места, куда она пребывает и подобное. Поэтому использование автомобиля здесь гораздо лучше. Даже тот же Санкт-Петербург, когда вот лично я не еду никогда в центр, ни в будние дни, ни там даже в выходные, в принципе, не еду. Если только надо что-то крупногабаритное, или что-то везти там, или покупаю что-то в магазин какой-то, тогда только еду в центр на машине, чтобы туда везти оттуда. Самое длинное расстояние, ну, это, понятно, это было город ООО. Это был город Сочи даже. Я доехал до Сочи на этой машине. То есть это было 2300, 2300 километров, если я правильно помню, там, примерно, ну, 2500, если округлять, там где-то и точности. То есть те же тысячи километров я намотал за прошлый год, там, за буквально месяц, то есть ничего не делая при этом, то есть 2000 вот эти. Автомобиль очень сильно экономит время. То, чего мы никогда не вернем в нашей жизни, то, чего, как всегда, оно уходит, и мы никогда не сможем это восполнить. Это время, которое мы тратим. Конечно, машина в данном случае очень сильно помогает. Да, на тот же отдых, если говорить, можно спокойно сел, поехал летом отдыхать на озеро куда-нибудь, или поехал в Петербург на какой-нибудь, вам, хоккей, выставку, музей, там, подобное. То есть здесь машина в данном случае нужна, да, не катастрофична, если она вдруг сломается, и она встанет. То есть для меня не будет катастрофы. Это будет чуть-чуть сложнее, да, там, будет, чем-то, чем-то приходится отказывать от себя. Но это не тот повод, что прям катастрофа, там, века. У нас все-таки есть общественный транспорт, на который надо спокойно добраться. И я уже говорил, я предпочитаю даже использовать общественный транспорт, если это выгоднее по времени, но и по удобству, по нахождению там все. Я могу рассказать несколько слов об общественном транспорте, на примере наших городских автобусов. Вот, это, очевидно, самый дешевый вид транспорта. Я ездил во многих городах на автобусах, и на примере нашего города самое неудобное то, что нужно до сих пор платить деньгами. Вот, в некоторых городах можно использовать подобные карточки. Закинул деньги на карточку раз, приходишь, прислонил, зашел, все. Не нужно с собой иметь ни мелочи, ни деньги. И все-таки хотелось бы сказать, что в нашем городе есть хорошие автобусы. Вот, например, вот этот красный, вот этот белый. То вот этот автобус, белый с голубым, является одним из самых плохих. Он холодный, жесткий, трясется, мало сидений, сиденья твердые. В общем, не очень-то удобно. Лучше всех, на мой взгляд, это зеленый автобус. В общем, я хочу сказать, что и общественный транспорт мог бы быть очень удобным и комфортным. Для этого лишь нужно вовремя заменять парк устаревших единиц на новые, развивать инфраструктуру и сервисы, позволяющие экономить время и деньги, регулировать расписание, вводить проездные и льготы, вовремя ремонтировать и модернизировать сами остановки, на некоторых из которых до сих пор отсутствует возможность укрыться от непогоды. Как видим, мнения могут быть разными. Достоинства и недостатки есть у каждого из видов транспорта. Но если у вас еще нет личного автомобиля, и вы только собираетесь его приобрести, то стоит как следует задуматься и взвесить все за и против. А глядя в будущее, хочется думать, что в ближайшее время весь, или почти весь транспорт станет электрическим и беспилотным. Преимущества этого очевидны – комфорт, безаваренность и экологичность. Помните только одно – выбор всегда за нами.